Ферраг-любимый волк, чемпион дзинча, владыка пяти миров, поднялся с ложа белого алебастра, собираясь встретить почетного гостя. Юные девы омыли его, терли в кожу ароматные масла, и теперь Ферраг распространял сладкий и волнующий запах. Те же рабыни облачили его в балахон сотками из тончайшего шелка и украшены символами самого могучего из богов. Вложили в его руки оружие. Когда рабыни закончили, офицер, одетый в форму, созданную самим Феррагом, вошел и низко поклонился. Получив разрешение говорить, он начал. Колесница лорда Куиллева вошла в пределы планетарной системы, мой великий и прекрасный господин. Ферраг сделал нетерпеливый жест, приказывая продолжать. Он пребудет в течение часа. И все ли готово? Все приготовления окончены, мой великий и прекрасный господин. Хорошо, промурлыкал Ферраг. Он жестом отпустил офицера и повернулся, любуясь на свое отражение в громадном зеркале. И увиденное вновь доставило ему удовольствие. Ферраг, львиный волк, всегда притягивал взоры. Даже до того, как стал любимцем изменяющего пути, как иногда называли великого бога Дзинча. Крепкий, сильный и красивый. Ферраг вызывал восхищение обитателей его родного мира. Его уважали и им восхищались во всех мирах, где ему довелось побывать и повоевать до того, как он стал чемпионом хаоса. Но теперь Ферраг восхищенно вздохнул, любуясь на то, что сотворил из него великий архитектор. Вместо левой руки Ферраг получил прекрасное гибкое щупальце. Вместо правой ноги прелестную клешню, так похожую на клешню Чи Ками Цама Цуной, или пернатого лорда, демона, стоящего по правую руку Дзинча. Дополнительная пара глаз сверкала на лбу. Они были плотно сдвинуты и придавали лицу Феррага пытливое и хищное выражение охотящегося паука. Эти глаза способны были заглянуть в любой разум и увидеть мысли. Они могли убить лишь одной прекрасной вспышкой. Род Феррага тоже изменился. Он мог удлинять губы, создавая некое подобие комариного носика. Длинной, в полруки, этим носиком Ферраг присасывал чистую магическую энергию из чужих душ. Цинч изменил его, он дал Феррагу силу. Но этим дары господина не ограничивались. Ферраг начертил в воздухе магический знак, и перед ним из ничего возник овал. На поверхности этого овала львиный волк пальцем начертил руны темного языка. Языка, на котором можно говорить лишь в варпе. Руны сложились в имя, данное Феррагу хаосами и его демонами. Следующим движением Ферраг заставил овал исчезнуть. А теперь следует встретить Куиллила. Ферраг вышел из комнаты на громадный балкон и оглядел свой дворец еще раз, насладившись его великолепием, его завершенностью. Львиный волк повелевал целой планетарной системой, расположенной в империуме хаоса, который живущие вне его называли глазом ужаса. Пять из восьми планет системы были обитаемы. И несколько миллиардов существ жило в страхе, беспрекословно подчиняясь, обожая и боготворя Феррага. Ферраг создал дворец по образу и подобию тех дворцов, где жил Зинч. И его пернатые лорды, ярусы построек нависали друг над другом, переливаясь самыми безумными цветами. Башни, минареты, галереи изгибались и переплетались, словно змеи. И, конечно же, весь дворец словно отрицал законы гравитации. Башни стояли под безумными углами к земле, словно весели в космосе. Или, этого эффекта и пытался добить Саферраг, парили в пространствах Варпа. Слуги и стражи окружали чемпиона. Колесница Куилева прибыла на балкон, была вынесена большая линза, сквозь которую можно было разглядеть верхние слои атмосферы, как если бы они были на расстоянии вытянутой руки. Ферраг наблюдал, как, объятая пламенем колесница, украшенная золотом и серебром, ворвалась в плотные слои атмосферы и летела к земле на фоне лимонно-желтого неба. Пробив облака, колесница мчалась к дворцу. Ферраг и его слуги оглядели горизонт, где виднелись городки и деревни, жители которых были удостойны чести жить рядом с повелителем. Да, вот и они. План пришел в действие. Механизмы, похожие на акул, поднялись в воздух и понеслись к дворцу с трех разных сторон. Вдобавок из укрытий в воздух поднялась дюжина воинов, оседлавших летающие диски. Ветер развевал их длинные волосы, в руках они сжимали оружие. Это была магия, иначе диски не летали. И от дисков тянулись пародии к каким-то существам. Это были к Эчитсонай, конец синча, духи варпа. Через линзу Ферраг мог видеть следы их зубов на уздечках. И акулоподобные машины и всадники понеслись навстречу колеснице. Ферраг обладал прекрасным чувством времени. Он поднял руку, запрещая стражам сбивать налетчиков. Наоборот, он позволит им поближе подобраться к добыче. «Позвольте мне разобраться с этим!» Сказал Ферраг это своим красивым баритоном. Когда налетчики уже почти достигли колесницы, он поднял руку и указал на них всеми пятью пальцами. Во воздух наполнился энергией и затрещал. Окружающие почувствовали, как волны магии проходят сквозь их тела и с пальцев великого мага. Феррага Львиного Волка сорвался поток сырой магии, окутывая все три машины и всадников. На мгновение энергия забурлила вокруг них, а затем они просто исчезли. Ферраг Львиный Волк улыбнулся. Колесница лорда Куиллева приземлилась на вынощенную мрамором площадку одной из террас. Ферраг и его свита уже стояли рядом. Стражники окружили площадку, озеваясь по сторонам. Лорд-командор Куиллев вступил на землю. В отличие от Феррага, он никогда не был космическим десантником и поэтому был куда ниже Львиного Волка. Он носил мантию ярко-синего цвета, а руки его были маленькими и морщинстыми. Вместо рта у Куиллева был клюв, тоже ярко-синий, разноцветный гребень. Из перьев рос из его лысой головы, а глаза были похожи на блюдца и смотрели прямо. «Мой лорд-командор Куиллев!» воскликнул Ферраг, раскинув руки и щупаются в приветствии. «Мой лорд-командор Ферраг!» Голос! У Куиллева был щебечущий. Он позволил Феррагу дружелюбно обнять его, а затем отступил на шаг любви с дворцом. Он был впечатлен. «Я был рад защитить вас, лорд Куиллев!» сказал Ферраг. «Кажется, ваши враги и здесь попытались убить вас!» Куиллев захохотал и сверкнул глазами. «Да, эти заговорщики с моей планеты, они прибыли немного раньше. Я знал, что мой визит садовым надет их напасть. Вы, мой дорогой Ферраг, должны быть польщены моим доверием вам. Моя колесница даже не вооружена». «Мне тогда выпала возможность наказать предателей», ответил Ферраг. «Ваши заговорщики, никогда вы сюда не проникли без помощи моих людей. Теперь предатели расплачиваются за все». Он поглядел на деревеньки и городки и улыбнулся, представив пытки, которым подвергаются сейчас отступники. «Сегодня вечером будет пир», – продолжил Ферраг. «Помнится, вы любите человечество!» «Кулин», – быстро щелкнул клювом, жадно вздохнул. «Освежеванные тела мариновались в специях всю неделю. Сегодня вечером их приготовят так, как бы вы предпочли. А завтра мы заключим договор. Пока же позвольте мне показать вам дворец. Но сначала Ферраг поднял руку и щупальца и начал чертить в воздухе знаки. Раздался рокот и дворец начал распадаться на куски. Башни, террасы, балконы, галереи, залы – все разделилось на части. Начало кружиться в воздухе, словно танцоры в безумном хороводе. Посадочная площадка, на которой стоял Ферраг и его гость, тоже поднялись в воздух и начали выписывать круги. Затем в один момент все вернулось на свои места. Камень вновь соединился с камнем. Словно ничего не произошло. Через секунду дворец вновь разглашался над ним. Ферраг задрожал в притворном восторге. Впечатляющий мой лорд Ферраг, позвольте мне в ответ. Он тоже начертил что-то в воздухе и тут же минарец, стоящий прямо перед ними, распался на части, начал кружиться в воздухе, наращивая скорость. Затем башня словно прыгнула на место, мгновенно соправшись в единое целое. Свита Феррага и Куилдела одобрительно зашумела. Волшебники Дзинча считали обычным делом показать свои силы друг другу. Но вовсю щебеча гость все же не смог скрыть, что хозяин дворца куда более сильный маг, чем он. Словно случайно. Ферраг поймал верхней парой глаз, взгляд гостя и тот час отвернулся, чтобы тот не увидел черной вспышки. И не понял, что Ферраг читает его мысли. Да, все как ожидал Ферраг. Куилдел владел всего одной планетой и завидовал богатству Феррага. Его визит был всего лишь первым шагом в долгой игре, призом которой станет планетарная система львиного волка. В мозгу Куилдела одна мысль тотчас сменялась другой минусе. Весь его разум был пропитан безумием. Так и должен выглядеть разум слуги Дзинча, великого архитектора, властелина судьбы. Но Куилдел никогда не претворит свой замысел в жизнь. Ферраг придумал план, благодаря которому планета Куилдела перейдет в его руки. Что касается самого мага, то он разделит участь тех людей, которых сегодня же сожрет. Ведя гостя по залам и коридорам дворца, Ферраг беспрестанно говорил, не переставая в то же время продумывать свой план. Он помнил, что обещал ему демон, что сидел в том овале, на котором Ферраг начертал свое имя хаоса. И Ферраг начал говорить о себе. «Знайте же, мой друг, что я прожил жизнь полную событий!» Серьезно, сказал он Куилдел. «Вас удивляет мое имя. Его значение может многое сказать о мне. Я родился на одной из примитивных планет Империума, вдалеке от царства хаоса. Жизнь на той планете была опасна и трудна. Всего несколько человек знали, как делать оружие и инструменты из камня, и строго охраняли это знание. Когда у моего народа рождался ребенок, ему не давали имени. Он получал его только повзрослев. Альбиный волк – это самое свирепое существо на планете». В два раза выше человека. Челюсти его без труда перекусывали лошадь пополам, способные обогнать самого быстрого бегуна. С таким хищником могли справиться только 20 вооруженных мужчин. «Мне было 8 лет, когда один из хищников убил моего отца». Воспоминания вспыхнули в мозгу Феррага. Он вновь был маленьким голым мальчиком, стоящим посреди сухих и пыльных степей родного мира. В небе висел тусклый красный шар солнца. И меньше, чем в десяти шагах от мальчика, львиный волк зубами рвал то, что осталось от его отца. Когда зверь напал на них, отец и сын бросились бежать, и ребенок вырвался вперед. Но затем он услышал крик отца, удар копья о землю. Он обернулся и замер в ужасе. Мысли ребенка метались. Пока тварь пожирала останки охотника, ребенку удалось бы вскарабкаться на гряду скалы недалеки. А вполне возможно, львиный волк просто забыл бы о нем. Но он убил его отца. В мальчике нарастала ярость. Он наклонился и взял в руки копье. Оно было практически неподъемно. Но ребенок приподнял его и наставил острие на зверя. И закричал, ты убил моего отца! Существо оставило изломанное и окровавленное тело. И повернув массивную морду, принюхалось. Мальчик чувствовал запах его шерсти. Размахивая копьем, он начал отступать, пока не достиг груды волнов. Львиный волк напружинил тело и прыгнул вперед. Ребенок уперся ногами в землю. Желание отомстить горело в нем. Он упер черенок копья в камень и направил острие прямо в пасть летящего зверя. Львиный волк мог откусить мальчику голову одним движением челюстей. Но вместо головы в пасть твари вошло копье. И разрывая глотку, вонзилось глубоко внутрь. Упав на землю, львиный волк задергался, пытаясь высвободиться. Из горла фонтаном била кровь. Мальчик же налегал на копье всем телом. И острие дюймом за дюймом погружалось в тело зверя. Мальчик приблизился к львиному волку настолько, что тот мог достать его когтями. Но было уже поздно. Копье дошло до сердца животного. Но даже тогда звер не умер. Львиного волка нелегко убить. Он извивался и бился в пыли. Кровь текла из пасти, унося с собой жизнь. На это смотрел ликующий, торжествующий и скорбящий восьмилетний мальчик. «И тогда племя дало мне мое имя», — сказал лорд Феррак Костю. «На моем родном языке Феррак означает «убийца». И я стал известен как убийца львиного волка. Мой народ восхищался мной. Ни один другой воин не носил подобного имени. Ни один другой воин не справился со львиным волком в одиночку. И думаю, такого не случится уже никогда». «Прекрасная история», — прощепитал лорд Куилл. «А как выпали в ряду я с Дептус Астартес?» «Через сорок дней после моего триумфа рядом с нашей деревней высадился отряд десантников Ордена Пурпурных Звезд. Они услышали историю о моем подвиге и, испытав меня всеми возможными способами, увезли в свой монастырь. Я служил Пурпурным Звездам следующие 20 лет. Я был разведчиком, гонцом, солдатом. И, наконец-то, из меня сделали десантника. Мне вживили прогеноидные железы, священное геноселье. И на 200 лет я стал десантником Пурпурных Звезд. Я пережил такое, о чем не смел и мечтать. Достиг титула командира роты. Я отличился во время одного из нападений тиранидов. И вновь храга Виноговка вернулся в прошлое. Отряды Пурпурных Звезд прорывались в условные монстры, прозя их огнем и мечом. Они прорывались к сердцу гигантского организма тирамида, подклопшегося от основного плода. Но десантники не ожидали встретить то, что увидели. Они шли сквозь туннель. Стены его пульсировали в такт ударом гигантского сердца. Сгубный красноватый свет, казалось, искачали сами стен. И затем, цепляя когтями стены, на десантников набросились и сами тирамины. Отвратительные твари, шестеруки, пасть каждого полна стрейших зубов. У каждого на двух передних лапах росли некие подобия мечей, способных резать даже броню воинных орденов. Ферак со страхом увидел, что пули отскакивают от панцирей тирамида. Нисколько их не задерживая, его люди гибли. Пути назад к штурмалому кораблю не было. Затем в его мозгу вспыхнуло воспоминание о победе над львином волком. Он перехватил цепной меч поудобнее, а в правую руку взял болтер. Меч с визгом столкнулся с костяным лезвием тирамида, и у Ферака появился шанс. Дуло болтера вошло прямо между челюстей твари. Тирамид отлетел, когда снаряд взорвался внутри головы. Ферак ревущий захохотал и рявкнул коммутатор. Вот как это надо делать, парни, вот как это надо делать. Прием, который я создал в тот день, стал стандартом в ближнем бою с тирамидой. Он на секунду замолчал. Я осмелюсь сказать, что многие воины были бы довольны жизнью, подобной моей. Но мне было тесно в Империуме, я хотел большего, великого. Чего-то к чему я мог приложить все таланты. И я стал тайно постигать пути магии. Конечно же, я знал, что во время Великой войны почти половина первых десантников присягнула на верность владыкам Империума Хаоса. Меня врекли пути дзинча. И я сделал немыслимое. Я отрекся от Ордена и принес клятву верности моему богу. Ферак усмехнулся. И теперь я его чемпион, владыка Пяти Миров. Это было славное время. Я не могу рассказать вам о всех приключениях. Я даже не могу сказать, сколько я прожил. В оке ужаса день может быть тысячью лет. А тысяча окажется одним днем. И время не значит ровным счетом ничего до самого смертного часа. Слава о вас распространилась широко, дорогой мой лорд, проворковал гость. Так и должно быть. Ферак приосанился. Знаете, лорд Куилл, что больше всего меня злило? Я космический десантник второго основания, созданного сразу после войны с Хорусом. Легионеры же Хаоса принадлежат к первому основанию. Они считали себя великими, могучими, а меня слабым и мягким. И что же? Вскоре они поняли свою ошибку. Ферак лбанул воздух рукой. Я в одиночку прикончил 35 предателей. 20 из них служили к Хорну, безумному кровавому богу. Дюжина из них была пожирателями миров, самым опасным легионом Хаоса. Но нет воина сильнее Ферака Львиного Волка. Внезапно Ферак успокоился и негромко сказал. Простите мое похвальство, лорд, но я всего лишь говорю правду. Хуилл чирикающе рассмеялся. Кое-брое, что похвальство, лорд, напротив, вы слишком скромны. Вы почти что унижаете себя. Все знают о вашей великой победе на планете Котле. Да, улыбнулся Ферак. Это было одно из самых сладких его воспоминаний. Самое первое сражение Волки Ужаса. Тогда против него выступила великая армия, союз войск Хорна, кровавого бога, Нургла, повелителя болезней, и Тлена, и самого непримиримого врага, Дзинча. Битва грянула на планете, походившей на гигантский котел, подчинявшийся своим собственным законом гравитации. Можно было даже упасть в жерло котла и попасть в какой-то непредставимый ад. Ферак командовал куда меньшей армией Дзинча. На первый взгляд, противники выглядели неуязвимыми. Ядро армии, состоящей из воинов Хорна, еще перед боем стояло по колено в крови, устроив резню прямо среди своих солдат. Что же касается Нургла, отвратительный ужасный демон, великий и чистый, стоял во главе этой армии. У него была оригинальная тактика. Все воинство было поражено амебной чумой. Солдаты более не были индивидуальностями, они были единым целым, накатывающим словно океан, сносившим все на своем пути. Против этого у Ферага были лишь дары Дзинча. Стратегия и колдовство – это была великая битва. Магические энергии сотрясали планету месяцами, но в конце концов стратегический гений Ферага положил конец войне. Войска Хорна и Нургла были сброшены в жерло котла. Насстречу адским мукам Фераг собрал выживших обитателей планеты и отдал им приказ возвести монумент во славу Дзинча, дабы он возвышался над планетой котлом. Неудивительно было, что меняющий пути осыпал чемпиона дарами, и сегодня великий сделал Ферагу еще один, воистину, божественный подарок. Демон, явившийся Ферагу Лаварь, принес ему весть, что Фераг станет демоном, обретет бессмертие, возможность не думать более о смерти и вечно обитать в раю Варпа. Но оставался еще Куилл. С трудой оторвавшись от сладостных дум, Фераг продолжил разговор. Сюда, лорд Куилл, здесь прелестнейшая площадка. Они проходили под украшенной орнаментом аркой, когда Ферага Львиный Волк услышал треск. Взглянув вверх, он увидел, как огромный камень вырывается из складки и летит вниз. В этот момент Фераг понял, что они прошли как раз под той аркой, над которой Куилл проводил свои магические фокусы. Но уже ничего нельзя было сделать. Каменная плита рухнула на Фераге, и тот потерял сознание. Чувства вернулись через секунду. Он стоял на пыльном камне, обнаженный, если не считать набедренные повязки из грубой шерсти. Тусклое красное солнце садилось вдалеке. Вокруг стояла дюжина людей. Все они смотрели на него со злорадством. Он оглянулся, видя лицо за лицом смущенный и сбитый стол. Пока понимание не хлынуло в его разум, словно вода более не сдерживаемой оплотины. Воспоминания о другой жизни вошли в его воск. Его настоящей жизни, не жизни закаленного в боях воина, космического десантника и прославленного чемпиона Дзинча, служившего своему богу много веков. Он вовсе не был воином. Он никогда не покидал родную планету. Его не называли убийцей львиного волка. Он никогда бы не получил подобное имя, даже будучи взрослым мужчиной, не то что ребенком. Его звали Ульф Грязиед и прозвали его так за хилость и трусость. Он действительно служил Дзинчу. Он обладал зачатками навыков воровства, обмана и жульничества, ценимого слугами богоизменений. Но теперь он был подсудимым. Причина была проста. Его послали убить спящего, врага секты, мужа, сестры. Но он испугался и теперь был приговорен. Приговорен закончить свою жизнь, став отродием хаоса. Но поскольку он был слугой Дзинча, ему послали последний дар. Последние мгновения перед погружением в безумие ему позволили увидеть конец другой жизни, полной славы и почестей. Конечно же, ему не позволили увидеть пик могущества. Это не подобает Дзинчу. Глава секты читал заклинания, и голос звучал громче. Пуль в грязиед почувствовал, как что-то ужасное происходит с его телом. Он застонал и сжал, как задергался. Его руки коснулись земли и превратились в склизкие, мерзкие лапы. Он чувствовал, как его лицо меняется. Принимая округлую форму, пародируя человеческие черты, рот его превращался в длинную трубку. Не для того, чтобы высасывать чужие души. Нет, для того, чтобы доставать из земли червей и жуков, которые отныне будут его единственной пищей. Ужасные изменения продолжились. На глазах Ульфа расплывались силуэты сектантов. И тогда Ульф Грязиед вспомнил еще одно прозвище Дзинча, услышанное им давным-давно, великий обманщик. Иногда вместо обещанной великой силы Дзинч награждал своего слугу предательством, не демона. Лишь один вопрос пылающими буквами вспыхнул в мозгу, постепенно погружающимся в пучины безумия. Кто же он в действительности? Ульф Грязиед или Ферраг Львиный Волк? Кто настоящий? Где здесь правда? Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...